Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео «Спросите у Татьяны», где я говорю о самых интересных аспектах грамматики и лексики русского языка. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, ставьте лайк-лайк-лайк, подписывайтесь, а также смотрите на моём сайте транскрипции подкастов, чтобы понимать все слова, упражнения на перевод, PDF-книги и, конечно, мой клуб «Русская дача». И вы иногда спрашиваете, «Татьяна, почему есть подкасты, которые не бесплатные, за которые нужно платить?» Я должна сказать, что благодаря моим членам клуба «Русская дача» я могу делать бесплатные подкасты и видео. То есть, благодаря тому, что есть эти люди, которые платят, вы можете смотреть бесплатные видео. Давайте скажем им большое-большое спасибо. Потому что я, как всех, хочу иметь работу, зарабатывать. И если бы не было людей, 500 человек, которые каждый месяц платят абонемент, вы не могли бы смотреть эти видео. Так что спасибо им большое. Хорошо. Сегодня у нас три слова. Это можно подумать, что это синонимы, но нет, это не синонимы. Это строительство, стройка и строение. Строительство, стройка и строение. Это от слова строить. Строить значит какую-то конструкцию делать, строить, строить, построить. Строительство, стройка, строение. Итак, строительство – это процесс, абстрактный процесс. Например, в нашем городе начинается строительство нового театра. Или в нашем городе начинается строительство торгового центра. Торговый центр, где мы покупаем вещи. Строительство. Или, например, а из-за строительства, из-за строительства офиса на улице шум каждый день. Строительство. Или это что-то ещё более абстрактное. Например, для строительства коммунизма нам нужно, товарищи, всем вместе работать очень эффективно и интенсивно. То есть строительство – это процесс абстрактный. Стройка. Теперь стройка – это конкретное место, где мы видим материалы строительные, мы видим экскаваторы, мы видим краны. Кран – это такая вещь. Стройка. Например, мы можем сказать «Я живу около большой стройки». У нас сейчас напротив дома я вижу стройку. То есть стройка – это конкретное место, там материалы, там много всего. И, да. Например, если вы едете на машине, да, то, если вы видите материалы, экскаваторы, вы можете сказать «Осторожно, осторожно, медленно!» Здесь стройка. Стройка. И когда я была маленькой, мы ходили играть на стройку. Мы говорили, мы идём играть на стройку. Это была старая стройка, где уже никто не работал, потому что это был кризис, девяностые годы. И там было много интересных, разных вещей. Это как лабиринт был. И наши родители очень боялись, когда мы ходили играть на стройку, потому что там тоже много опасных вещей. Значит, строительство – это абстрактное. Стройка – это то, что мы видим. Это территория, где есть материалы и машины. И постройка. Постройка... А, и также строение. Постройка и строение – это синонимы. Это дом, здание. Мы с вами видели видео про дом и здание. Здесь ещё синонимы. Постройка и строение – это какие-то дома. Постройка обычно – это что-то временное. То есть это не навсегда. Например, на стройке есть постройки. То есть это, например, маленькие дома для людей, которые там работают. И строение – это просто здание, дом, строение. Какое интересное строение. Значит, мы идём от самого абстрактного к конкретному. Есть строительство, стройка и постройка и строение. Дорогие друзья, пишите ваши примеры. Пишите ваши примеры. В вашем городе идёт строительство какого-то нового здания. Или около вашего дома есть стройка. Пишите. Спасибо, что смотрите. До скорого. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...